итак дашина комната почти готова вот установили двоечку полистирола под стенку вот здесь вложили остались маленькие кусочки вот мы на только по наружной стене и немножечко вот там вот зашли внутрь бомба граната чё ты лыбу тянешь давай режь кого пенопласт не могу чего он нанюхался лапки лапки у него ладно аккуратненько надо а ты чё шорты не переодел а уже рабочий работники так десна тут воняет чем-то таким что я же сама зачумнела зачумнела да не нюхай олежка космач да у нас еще пока ничего не кладут ты тут я думала что ты не тут сдашь к спрошу десвей дайка же ты там знаю да все да их так много вышло вот же они это же мои пахнючки эти пахнючки мои блин а их только было несколько штучек а теперь смотри как вышли все да обалдеть да да я же варюша класс вышли это что-то думала что их и нету то там вылезла две колейки сейчас после дождя класс суперовский может самый большой вырви которые понятно что бурьян потому что они могут и вообще не выйти если не прорвать то а их по-моему тут и нет что-то как-то они что-то как-то тут не вышли они может из другой какой-то пачки сыпала насколько я вижу тут ничего нету наподобие даже они даже когда маленькие растут оно видно они другого цвета растут ну значит значит тут не вышло значит вырывай его нафиг сюда и все нету так что можно рвать так в общем как-то так блин к нам аист прилетел ё-моё ё-моё он теперь у нас на огороде ходит ребята вон он сейчас испугается и улетит вон смотрите это он нас ходит по огороду уже не у соседей класс он пошел на мои кабачки нельзя рэм блин сколь позови рэма он что-то там выклевал слушай да нету там лягушек куда там взяться лягушкам он что-то выковырит такое большое типа этих вот мне кажется этим да они сейчас норок со своих повылазили под вечер он ходит выискивает их что-то большое выклевывает на лягушек не похоже слушайте действительно там где светка там аист прилетает вот она там сидела прорывала что-то вот он сидит по моей кукурузки обход делает обход делает молодец так что не только я люблю обход делать на своем участке еще прям что-то он конкретное ест даже не знаю что он может есть выбирает и выбирает молодец вот такой красивый молоденький важный такой посмотрел на меня думает эй ты чё по помидорам не пошел там рядом рядом ходит блин капец так красиво вот он прям вот 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 забор и вот он ходит прикольно так обходит каждый рядок я жюри мне кажется волчков он есть на огурцы пошел деловой так близко он еще к нам на огород не заходил он обычно к соседям но сейчас мы просто что не на огороде поэтому он сюда близко и подходит да жюков он каких-то собирает волчков мне кажется хотя тут конечно хватает этих всяких жуков и без волчков там травы море что-то он прям такое огромное собирает он пошел к соседке пошел у нас все выбрал что надо и пошел к соседке прикольный такой важный важный начальник огородов пошел там теперь что-то будет выбирать ищет ищет да неужели лягушки откуда им тут взяться может эти какие-то земляные лягушки тут есть в принципе фиг его знает хотя земляных лягушечек тут море может действительно как-то с норок вылазят земляные лягушки и это самое он ходит их собирает вот все пошел красота прикольно так обалдеть ну пацаны уже закончили вы уже закончили да? да ну и слава богу самый главный заканчиватель это РМ понял что его снимают смотрит на меня отвернулся скажи я не фотогеничный я не фотогеничный собака в барабак Рэм ты понимаешь что я тебя снимаю? ты понимаешь что я тебя снимаю? барбос ты барбосятина мамина барбосятина пёс барбос всё да скажи там какая-то птица здоровая была прилетала огромная просто что за дела? скажи не давали нам его укусить не давали нам укусить побежать за ним как так то? как так то да? а это что там Даша пришла? ты видел? Ремка видел что Даша пришла? там же Даша пришла ой Даша с работы пришла он даже не мит скажи как бодро щиплим травку что? ой как они смотрят на этих малышей так интересно вон 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 пошел пошел заглядать на малышей там малыши маленькие да? там маленькие детки да там маленькие любит он маленьких деток он со своими так игрался щенками Ева с ними не игралась зато он игрался он такой папа был хороший это капец что Ева малыши карандаши да? скажи это не щенки они не пахнут щенками эти животные пахнут навозом ах девчата ссорятся за траву это черная гоняет всех вот видишь зараза надо расселять их ой ну короче вот так вот хорошо в деревне летом как говорится точно что хорошо в деревне летом забот полон рот как говорится блин вот все нужно поделать все нужно переуспевать ой вот тебе и ветер вот тебе и ветер наступил так что такие пирожки день пролетел и пролетит скоро и лето и вообще капец это жутко 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 да жутко сейчас все пролетит и день и не день и лето все пройдет и начнется дождливая осень и будем опять всю зиму ждать лето да? потому что зимой холодно жопу холодно зимой да? и не хочется совершенно выходить на улицу ай перестань за палочку за палочку заберу 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 скажи забери уже а то только говоришь да говоришь поиграетесь пёсом так пёсу хочется и поиграться страшное дело вот вот как выглядит этот купероз купероз правильно же да говорю вот а то все многие а то все многие но я спрашиваю что такое купероз о это прокраснение типа щек или что это такое это когда вот венки трескаются не венки а эти капиллярчики маленькие капиллярчики трескаются создают красноту полностью по всему лицу это вот такая россыпь есть и на ногах ну внизу вот у меня полностью на ногах у многих под коленками есть вот такой вот капиллярчики трескаются вот это вот называется купероз вот и да купероз по моему да и вот это от него этот гель крем то что я показывала ну мне помогать начал ну вот мне я же говорю мне начал немножко помогать потому что было совсем покраснение такое что вообще на солнце нельзя было выйти сейчас тоже если долгенько на солнце побуду то видно этот краснота сильнее становится ну плюсы к тому же у меня же волчанка понятное дело что краснота будет мне нельзя на солнце выходить вот видите это же пятно у меня тоже темнеть начинает ой такой некрасивый ракурс кошмар и здесь у меня это пятно господи диана то вот но тут оно меньше видите тут это пятнышко меньше вот но это пятна это пятна вот действительно волчанка ну и говорят что волчанка это вот эти вот красные типа красная бабочка вот на лице это тоже волчанка к ней относится то есть наверное это тоже какое-то там капилляры от этого лопаются я не знаю ну в общем я уже лечусь всеми методами которые мне доступны потому что моя врачиха мне сказала что это вылечить невозможно ни волчанку нельзя вылечить ни вот эти красные пятна нельзя вылечить потому что я сколько раз прошла говорю ну можно же что-то сюда ну как бы вот наносить туда сюда нет ничего нельзя типа вот так вот оно типа и есть все ну я не знаю вот этот крем я же говорю вот этот крем он сделал мне немножечко меньше эти пятна вот и вот уже своими знаете своими способами пытаюсь лечиться потому что если слушать ее то ничего кроме гормональных мне вообще нельзя ну когда я придерживалась полностью того графика что она мне расписала по поводу гормонов у меня же вот так вот расперло я была вообще такая что уже нагнуться не могла так да ладно то что нагнуться то что я отекшая была я дышать не могла у меня начались вот эти вот задышка задышка прям такое сипение как у старого деда это мало того что мне приходилось полусидя спать потому что когда я ложилась у меня такое ощущение потому что здесь все перекрывало и вот отек настолько был что я просто дышать не могла я начинала задыхаться мне прям аж страшно прям вот так вот и вот только когда начала уже своими средствами лечиться то есть прибегать к народной медицине только тогда у меня начало вот это сходить все начало вот это и отек и все остальное то же самое с лицом начала пробовать начала пробовать эти крема разные чтоб как-то убрать же это всю не красоту потому что ну все таки я считаю что 38 лет это не такой уж уже возраст да чтоб прям ходить и вообще уже забить на себя полностью и вот врач сказал забить значит забить знаете поэтому я вот все таки решила использовать и помогает венус вена венус крем или что-то такое ой я где-то в какой-то программе три программы назад по-моему говорила ой ну кипиш конечно дальше все равно что я сзади снимаю ей все равно ей надо покричать так что так в общем это семейство что ты сделаешь как крем называется тот что ты мне купил ой венозол что ли венозол о вот точно венозол так буду заканчивать блог так как у нас пацаны все закончили вон уже работу ну что я дальше скажи блин вот короче чтоб закончить блог мне надо текать быстренько отсюда потому что мне сейчас опять к чему-нибудь припахают и так целый день меня дергает давай приготовь обед то завтрак то еще что-то принеси тарелки то открой компот то стаканы это то вилки упали то ложки там еще что-то и я вот это там целый день а так хочется спокойствия тишины вот сегодня супер супер вечер я же говорю я просто хожу и наслаждаюсь просто я не могу настолько вот классный вечер получился вон смотрите видите тучки рассосались так сказать вон видите были тучи не но они сверху есть вон смотрите сверху они есть тучи вот но не такие что прямо там капец как вчера даже были тучи вот и сейчас прохлада именно прохлада такая красота знаете ах прямо я и этот вечер жерла сейчас бы если б еще комаров куда нибудь…всих поддевать было бы вообще шикарно кстати коля купил от комаров вот эти вот спиральки попробуем сегодня зажечь там возле этого оаайс до сих пор вот там стоит на соседнем участке работает прикольно попробуем сейчас зажечь эти чтоб метр был от ну от людей вот и посмотрим будут эти дохнуть комары потому что вечером, знаете, хочется посидеть на пороге где-нибудь там, ну вот, как мы, я же говорю, мы когда приехали сюда, то ли комаров было меньше, то ли, я не могу понять, то ли мы такие были невпечатлительные, мы сидели, я помню, с Колей прямо вот темно, может быть, не так, света много было, сейчас везде все горит, все светится, и они послетались, в общем, короче, получается, что это, мы сидели с ним, я вот помню, постоянно на пороге, мечтали там, ну, разруха вокруг, ну, въехали, получается, это даже еще мы не въехали, это даже мы еще не въехали, мы сюда приезжали, мы с августа месяца начали приезжать сюда, делать тут, ну, уборку наводить, то есть, получается, мы еще договор не подписали, мы договор в октябре подписали уже, но в августе месяце, когда мы уже его присмотрели, когда мы уже нашли этот дом, договорились с людьми, что пока мы продаем квартиру, ну, задаток, естественно, дали за эти участки, и договорились, что пока квартиру мы продаем, пока документы оформляем, будем приезжать сюда уже, типа, расчищать, потому что, получается, вот все, что вы видите, вот там, где палатка стоит, вот все, что сзади меня, вот, ну, в принципе, я уже говорила, до самого погреба, тут полностью все, в этот садочек, тут полностью все было заросшее, тут все хмелем за это заросшее, потом вишняком этим какая-то была, тут у них малина, и малина эта заросла вместе с хмелем, и с вишняком, и с сливами, и с чем она только тут все не позаростала, поэтому я же говорю, мы полностью приезжали сюда каждый день с Николаем, и вырубывали, вырубывали потихоньку, выкапывали, вырубывали, а так как в последнее время здесь жила женщина, ну, она была одинокая, и она там, к ней приходили, ну, в общем, не то, что она прям пьющая-пьющая была, ну, да выпивала, любила, знаешь, к ней приходила, знаете, знаешь, говорю, уже как подружки, я же говорю, я когда разговариваю, болтаю, я уже как с подружкой разговариваю, так что не обижайте, если я где-нибудь на ты, так же так, и вот у них тут бутылки, и банки, склянки, и плюс она еще когда-то сдавала вот этот старый наш дом, одну комнату у нас сдавала кому-то там, вот, а они там любили, в общем, это дело заложить за шиворот, как я говорю, вот, и там кошмар что творилось, битого стекла миллион, мы здесь отсюда столько вывезли битого стекла, вы просто не представляете, а жестяных банок, блин, вот этих банки от консервов, старые-старые, там еще можно было рассмотреть на них эти года, ну, как там выбито, что-то там, выбито, да когда, да что там, то я помню, там года еще, ё-моё, такое впечатление, что это еще консервы эти пристали не делали, еще, ё-моё, какого года, вот, этих куча-куча банок, такое впечатление, я же говорю, что кто-то работал на консервной фабрике, знаете, и им бесплатно сюда консервы привозили, море этих банок, от мелких вот таких баночек, покрупнее банки, помните, килька была в томате в таких больших банках, вот этих банок куча, и как вот такие баночки, как от тушенки такие, ну, в общем, кошмар, я же говорю, битого стекла и банок, и что ты хочешь, тут и пластика, и не пластика, и, в общем, мы такое тут выкапывались под этой земли, вот, так что такие пирожки, и оно, знаете, так смешно, я же говорю, я там уже вам показывала, корыто, корыто, в котором растет дерево, то есть мы так его и не смогли выковырять оттуда, потому что оно еще плитой придавило, когда плита, видимо, сунулась, еще придавило, ну, а когда-то здесь, получается, жили, ну, вот эта вот бабушка Лена, у которой мы купили этот дом, у нее дочка Светлана была, вот, и вот эта Светлана ее забрала отсюда в квартиру, в квартиру, потому что, говорит, что она здесь точно с этими Йоханной Бабаей, с этими товарищами, алкашами сопьется, потому что, знаете, к этому, к одинокому человеку, к бабушке Лене, эти все, кому не лень, приходили, ну, знаете, помещение есть, закусить есть, чтобы она тоже и консервировала, и все остальное, и вот, пожалуйста, вон, сзади ходит, аист, вот, и поэтому она и забрала ее сюда, она и забрала, вернее, не сюда, а отсюда забрала ее в квартиру, говорит, мне будет спокойнее, зачем мне такая территория, все равно хлам, она огород уже не обрабатывает, а эта Света, она тоже, говорит, мне некогда обрабатывать огород, у них свой там бизнес был, поэтому она говорит, я лучше ее заберу, мне будет спокойнее, поэтому они нам и подешевле его продали, потому что мы брали сразу два участка, вот, так что, вот такие пирожки, вот, и мы вот с Николаем, с чего я все начинала, я как всегда, и вот с чего я начинала, с того, что мы с Николаем приезжали сюда, вот это вырубывает все, вот эту вот гадость, и вечером сядем, и знаете, еще, ну, до маршрутки же время-то есть, и мы сядем, и так слушаем, сверчки сверчат, птички там какие-то упоют, и так оно так спокойно, так легко на душе, знаете, когда ты понимаешь, что ты для себя это делаешь, там, это будет уже потом твое, и так, такая, знаете, такая, такое, в душе такое насыщение, наполнение, что я вам просто передать не могу, насколько это было приятное ощущение, и когда вот сейчас даже вспоминаешь, знаете, кажется такое, блин, хочется немножко вернуть вот этого, знаете, да, ну, а сейчас вот потихоньку, 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 что ж мы тогда тоже небольшую разницу, которая осталась у нас от квартиры, ну, мы квартиру тогда более-менее, ну, нормальную цену продали, здесь их хватило нам купить, это два участка, и еще хватило, чтобы купить там кирпич, достроить этот, ой, что-то он словил такое большое, аист, огромное что-то такое словил, ааа, смешно так, интересно, но уже пока переведу, наверное, не увидите, прям с кем-то там воюет, у нас там солома лежит в конце огорода, а он в кого-то тыкает этим клювом, ах, нет, он прям разгребает эту солому, слушайте, надо посмотреть, сейчас попробую, гляньте, что он делает? перетряхивает ее, он берет ее, перетряхивает, наверное, там кто-то есть, что он растряхивает ее, ах, нет, он собрался, наверное, дом строить, ой, куда он улетел? ай, моя, улетел он туда, аж за деревья, не успела я, вон что он, ходил-ходил, наелся, потом набрал солому, у нас же там и солому выносим туда, там у нас как ямка, и мы туда там чистим, очищаем от свининок, от кроликов туда сносим и солому, и, в общем, гной, и он это самое, отходы, и он это самое, получается, брал себе, наверное, строить где-то в домик понес, гнездо, прикольно, классно, так вот, я ж так и не договорила, ну вот, то самое ощущение, когда ты свое, что ты делаешь своими руками, для себя, вот, и когда я же говорю, что мы уже, тут же, а, нам хватило денег еще здесь канализацию сделать, то есть, потому что мы думали, когда покупали дом, мы думали, что у них есть тут канализация, почему-то так поняли, вот, потому что когда мы приходили смотреть сюда, этой хозяйки, ну, дочки Светланы не было, была только эта Лена, ну, у нее там очень тяжело что-то было узнать, короче, вот, и поэтому, мы так своим глазом смотрели, стояло что-то там, вот, как на кухне, где у нас сейчас кухня, стояло, типа, какая-то, как, типа, душевой кабины, и рядом стоял, типа, унитаз накрытый чем-то, ну, мы ж-то и думали, что там оно есть, понимаете, а потом, когда мы уже это вот начали уже заниматься здесь всем остальным уже, эту Лену она забрала к себе в город, эту женщину, которая, ну, получается, хозяйка, мы, они нам оставили ключи и все оставили, говорят, ну, можете, если захотите, переночевать здесь, ну, тут не было где ночевать, если что, тут страшно было, тут все обдерто и запах такой, и все остальное, поэтому все полностью обдирали, отбивали, и все-все-все старое отсюда выносили, убирали, вот, частично полы там срывали, и там была, я же говорю, начали делать ремонт, а там в крыше две дырки, короче, такие, вот, тронули, оно такое вздутое было, тронули, но бах, и обвалилось, вот, что, зайка? За сигаретами? Уставший зайка, вот, и мы когда поняли, что это просто стоит душевая кабина, ни к чему не приключенная, ну, не подключенная, то есть там, ну, нету ни слива, ни подвода, воды, ничего, и рядом унитаз точно так же стоит, ни к чему не подключен, просто стоит, просто стоит, вот, может быть, они когда-то и собирались это делать, но так оно стояло и стояло, вот мы тогда и поняли, что капец, и вот первым делом, когда только уже полностью продали квартиру, а здесь оформили документы, даже еще тут документы не оформили, нам дали, по-моему, задаток, за квартиру больше, чем мы здесь отдали задаток, мы сразу же начали здесь пробивать яму, или мы, а, Коля уже убежал, да, или мы осенью, не, осенью, осенью, рассказываю, мы же уже после въезда сюда пробивали канализацию, в октябре что-то, уже прям мы торопились, торопились, холодно было, да, да, короче, да, мы сначала здесь все убирали, расчищали, вот, а уже только после того, как оформили документы, в октябре это было, мы 12-го года, получается, в октябре оформили документы, и въехали сюда, ну, как въехали, получается, Даша, да, мы сюда въехали, мы с Николаем сюда въехали, Даша жила временно у мамы у моей, потому что она, ну, куда ей здесь, мы там поставили себе диванчик в комнате, и вот стены ободранные, страшко такое, блин, туалет на улице, и то туалета не было, там такие две стеночки завешаны простынем, вот, и мы, короче, давай бегом, все силы собрали, и бегом-бегом копать эту яму, для сливную, во-первых, быстро завезли этот кирпич, а уже дожди начинались, холодно, и вот быстренько класть этот кирпич, проводить эти трубы в дом, а чтобы дом в трубы провести, это ж надо было перерыть и в доме полы вот эти, разрыть, то разрывали и в доме полы, и что мы только не делали, и воду же в дом провести, ну, короче, капец, то, конечно, первый Новый год мы встречали в ужасных условиях, но было весело, знаете, хоть скажу и вам в ужасных условиях встречали, но было настолько весело, настолько было классно, что это твое, что это твое родное, так сказать, что ты туда складываешь силы, что это уже все, так что 13-й год у нас был классный, веселый, так что такие, ну, уже, кстати, с условиями, 13-й год встретились с унитазом, правда, унитаз он там на честном слове держался, но он был, так что так, я уже не помню, ванна уже тогда стояла или нет, но унитаз точно был, так что такие пироги, в общем, как-то вот так вот рассказала вам опять какую-то свою, наверное, такую историю, поболтала с вами, интересно вам, не интересно, не знаю, вот, ну, я люблю вечером поболтать, а сейчас Николай занят, то я как раз с вами поболтала, поделилась, так сказать, своей небольшой интересной историей, так что так, а точки все-таки у нас вон набегают, и, по-моему, даже ветерочек подымается, поэтому, может быть, сегодня опять дождь, вот, может, синоптик был и прав, так что так, все, ребятки, всем пока-пока, всем любви, всем здоровья, почаще вспоминайте свое, наверное, какое-то прошлое, может быть, такое, классное, вернее, не прошлое вспоминайте свое, а классные моменты из жизни, вспоминайте, которые будут вас возвращать какие-то такие, знаете, эмоции, такие вот приятные чувства, я же говорю, я когда вспоминаю какие-нибудь такие глобальные события, ну, вот, как переездом или еще что-то, именно такие родные эмоции, я тут в душе прямо там аж все бурлит, все играет, это классно, это классно, я так люблю, я люблю, я же говорю, помечтать, люблю попридумывать, как оно все будет, люблю с Николашкой, мы вот часто-часто, раньше, вот, когда меньше было, конечно, забот, хлопот, работ, часто бывает, как пойдем, и давай разговаривать, мечтаем, мечтаем, захлеб мечтаем, друг друга перебиваем, аж так мечтаем, вот я же говорю, я желаю вам всем-всем-всем иметь вторую половину, хотя бы, вот, ну, примерно похожую на Николашу, чтобы понимал вас, Или понимал, или понимал В общем, вторую половину желаю Чтобы именно ваше-ваше было Чтобы вы могли слово сказать А человек мог закончить предложение Вот так вот, чтобы это было Чтобы вы могли и поговорить, и пожалеться И, наверное, и совет спросить И вот, в общем-то, чтобы ваш муж или жена Был сам вам и друг, и любовник И брат, и сват, и самый-самый близкий человек Вот этого я вам желаю Всё, а на сегодня всем пока-пока Хорошего настроения, удачной недели Удачного дня И любви в сердце Пока-пока